Спорт, который любит 50 участников и 4 команды из пригородного района. Впервые в сельском поселении Дачное проводят футбольный турнир, приуроченный к 250-летию единения Ингушетии с Россией. В команды объединились любители, которые ранее не принимали участие в таких турнирах. Игрокам не больше 15 лет есть и самые юные. Ахмед Яндиев – полузащитник. У мальчика сегодня дебют. Боксу он предпочел футбол. Дачное против черменной игроки открывает турнир и начинается сопротивление. Противостояние, с одной стороны, нечестное, потому что между участниками команд разница в возрасте, которая, впрочем, совсем не смущает соперников. Болельщики тоже нервничают, по-своему выстраивая стратегию. Переживают, наверное, даже сильнее самих игроков. Мяч летит от одних ворот в другие и, наконец, первый гол в пользу чермена. Свою футбольную команду в селении Дачное создали благодаря инициативе Алисхана Цицкиева. Он и занимается организацией турнира. Закупили необходимый инвентарь, форму, сообразили мини-поле. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни среди детей, межнациональное согласие и развитие в пригородном районе популярного вида спорта, который сейчас нуждается в поддержке со стороны. Нам нужна еще финансовая поддержка со стороны предпринимателей, которые есть в нашем регионе, чтобы они были задействованы в развитии этого спорта. Пока ждут, в дальнейшем планируют зарегистрировать от пригородного района тренера зарплату. Я беру, что мы здесь тренера зарплату должны, что до консервирования есть. Беру, что мы здесь соревнования. Всего в Куртате и Дачном живут около пяти тысяч человек. Спорт здешняя молодежь очень любит. Даже самые маленькие не упускают возможность выполнить физупражнения. В этом селении воспитали немало именитых спортсменов. Так или иначе, толчок к развитию дан. Желание есть. Местные жители надеются, что очень скоро сборная по футболу сможет профессионально заниматься любимым делом. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.